Всем привет! И сегодня у нас на обзоре будет Донской табак темный. Многие просили. Вот я его пошел. Купил в магните. Вот такой мне попался. Донской табак обновленный. Как видите он со скошенными углами. Дизайн изменился. Последний раз курил Донской табак в году 18. У меня есть кстати обзор на него. Старый ДТ в прямоугольной пачке. Вот. Были достаточно хорошие сигареты еще. Ну тут пришел GTI и немножко оккупировал Донской табак фабрику. Но вот как интересно. У нас есть два этих Донских табака. Как я понял. Темных сейчас. Один производится на заводе Петро. А второй на Донском табаке. Но он уже под эгидой GTI. И вот здесь вот написано GTI Донской табак Ростов-на-Дону. И вот это вот. Прошу на это обратить внимание. Это именно Ростов-на-Дону. А есть такой же только от Петро. И вот его я не курил. И говорят люди, что именно вот тот, который от Петро, он самый мерзопакостный. Донской табак выбито. Здесь у нас так вот сзади выглядит. Тут у нас штрих-код. МРЦ у нас на январь 2021 года составляет 116 рублей. Вот так вот. Я уже эти сигареты почти все выкурил. Вот так выглядит у нас внутри. Вырез. Золотистая бумажечка. И там претензии направляют. Сами сигареты тоже немножко претерпели изменения. Они у нас теперь фильтр имеют просто коричневый. Раньше он был коричневый в крапинку. Если помните, он был светлее и с такими темными крапинками. А сейчас он полностью коричневый, как у сигарет Ахтамару. И у нас там написано Донской табак и конь изображен. Значит, набивка у сигарет неравномерная. Вот видите, здесь она не гнется. Сейчас она сломается. Но есть сигареты в пачке, которые прям... Ну, сейчас попробую. Вот, например, видите. Она прям... Ну, не в узел, конечно, но очень сильно сгибается. То есть набивка у сигарет в пачке разнородная. Запах. Запах знакомый по донскому табаку. Всегда был ему присущ вот этот шоколад молочный. Ну, кто курил, тот знает, да, донской табак. Он что, был 8 лет назад, я помню, с этим запахом, что вот в 18-м году, что сейчас. Но единственное, сейчас он немножко... Запах даже как-то стал меньше. И тогда он был более выраженный, а сейчас как бы такой разбавленный молочностью какой-то. То есть, ну, немножко он изменился, но в целом тот самый около шоколадный, скажем так, аромат. Ну, табаком, кстати, не пахнет. Давайте закурим. Значит, в запахе дыма также чувствуется вот этот шоколад. Молочный, я бы сказал. То есть, такая молочность с шоколадом. Сам табак здесь, честно говоря, не очень хорошо ощущается ни в запахе, ни во вкусе. Сигареты саусированные. А вот раньше, в той версии, которая была 18-го года, ну, примерно, я точно не помню, которую я курил, там, помимо вот этого шоколада, там чувствовался табак. Там был отчетливый вкус именно табака. Сейчас, как бы, его нет, но сам соус, в принципе, хороший. Для этой цены, за 116 рублей, здесь достаточно качественное соусирование, я хочу сказать. То есть, он не противный, он не отторгающий, ни запах, ни вкус, я имею в виду. Да, и во вкусе здесь также чувствуется вот этот вот, ну, пресловутый шоколад. Будем так это называть, да, чтобы какую-то ассоциацию провести. Легко проходят, мягко, никаких застреваний першений в горле не вызывает. Крепости здесь стало меньше. Раньше он был чуть крепче. Ну, наверное, восьмерка там была, или что, сейчас прям чуть полегче он стал. Тоже такое изменение. Ну, в целом, что я могу сказать? Я ожидал, что они прям, ну, вообще сейчас стали некурибельной дрянью, но нет, это вполне курибельные сигареты, ну, и как вы видите, я бы не скурил бы всю пачку почти, если бы это было очень плохое куриво. Да, оно изменилось. Изменился немножко соус, табачная составляющая ушла в небытие, уменьшилась крепость. Ну, и набивка стала хлипкой. Раньше набивка была у них добротная. Сейчас, видите, неоднородная. Есть сигареты, которые сильно гнутся, есть, которые так слегка. Ну, GTI, собственно, что тут говорить. Но, вот версию от Петра я не курил. Я не знаю, у нас она продается или нет. И вообще, отличается ли она внешне по пачке. Напишите, кто курил именно от Петра. Вот. Она вроде как-то там и визуально, по-моему, отличается в самопачках. И вот та, та, говорят, прям ужас. Если получится у меня ее найти, ту версию, я ее тоже куплю для обзора. Конечно же, сравню. Ну, вот именно версия от Ростова-на-Дону, она, в принципе, курибельная. Ну, это для тех, кто, ну, как сказать, кого не позволяет бюджет взять что-то подороже, получше, и кому прям не важен вот отчетливый вкус табака. То есть, просто, ну, как говорится, перебиться, да. В принципе, взять можно их, я считаю. Тем более, они есть в каждом магните. Главное, я же говорю, смотреть на производителя. Прежде чем покупать, смотрите, какой город, какая фабрика производит. Запах, кстати, у них достаточно стойкий. Вот после того, как покуришь сигарету, вот, ну, видимо, соусов тут много, и вот в аромате, ну, в комнате, этот аромат очень долго чувствуется потом. Так что имейте это в виду. Достаточно стойкий у них запах. Вот. Ну, в целом, в принципе, пойдет за 116 рублей. Я могу порекомендовать. Ну, точнее, не то, чтобы порекомендовать, а, ну, просто можно взять, можно их покурить. Вот. На мой взгляд, ява все-таки лучше, потому что золотая. Потому что у явы, там есть горечь, но у явы хотя бы вкус табака там прям ощущается хорошо. Там есть табак реально во вкусе. Там тоже соусирование есть, но соус там не перебивает в ухнаре, прям не забивает вкус табака. Вот. Поэтому я бы все-таки, яву золотую бы предпочел этим сигаретам, тем более тот же ценовой сегмент, да. Вот. Ну, так в целом можно, в принципе, взять, покурить. Не знаю. Вполне себе съедобно, скажем так. Вот. Ну, это больше как десертный сигарет. Я бы вот больше пачки подряд бы не смог бы их, наверное, выкурить. Они бы мне надоели. Потому что вот соус такой, достаточно вот этот вкус, запах, он очень такой ярко выраженный. Вот этот шоколадный. Ну, это все-таки это десертная сигарета, я считаю. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Спасибо вам за просмотр. Всем пока.